Азербайджан В 2004 году руководители страны наметили план модернизации производства электроэнергии в Азербайджане с целью обеспечения роста экономики, создания новых рабочих мест в промышленности и удовлетворения спроса на электроэнергию. Раньше инфраструктура производства электроэнергии с номинальной мощностью составляла 5000 мегаватт. Многие электростанции были в эксплуатации дольше, чем 45 лет. Система оказалась устаревшей, неэффективной и ненадежной особенно зимой. После изучения альтернативных решений и общественного дебата, специалисты выбрали предложенную в Арцеля модель децентрализованного модульного производства энергии. Был подписан контракт на поставку под ключ пяти отдельных электростанций, работающих на природном газе, с 52 генустановками общей мощностью более 450 мегаватт. Станции расположены в Астаре, Нахичеване, Щеке, Хачмасе и Баку. Каждая из первых четырех станций оборудована 10 генблоками, работающими на природном газе и 20-цилиндровыми газовыми двигателями Варцеля-34 с искровым зажиганием. А электростанция в Баку имеет 12 идентичных блоков. Технология Варцеля была признана наилучшей благодаря ее быстрой осуществимости строительства до запуска. Низким уровнем выбросов, отличной топливной эффективности и способности двигателя Варцеля работать при давлении газа 6 бар. Модульная концепция обеспечивает непревзойденную гибкость производства энергии, так как индивидуальные блоки могут быть запущены и приостановлены в зависимости от спроса на электроэнергию. Децентрализация производства энергии препятствует потерям энергии при передаче и создает инфраструктуру для новых рабочих мест в промышленности. Электростанция Вастария была завершена и запущена за 10 месяцев и остальные четыре станции за 16 месяцев. Это мировой рекорд строительства силовых станций, так как обыкновенный срок осуществления крупных единичных блоков от 4 до 5 лет. Все предварительно изготовленные строительные модули были отгружены из Финляндии в Азербайджан для установки и монтажа на стройплощадке местной компании «Озенко». Господин Марлен Аскеров, вице-президент Азер Энерджи, какова Ваша оценка действий Вярцеля при осуществлении пяти проектов электростанции? Как я говорил, тогда очень многие, многие эспектики говорили, что осуществить это тяжело, невозможно, это не поможет и так далее. Несмотря на это, мы пошли на эту работу и благодаря тому, что у Варцелы прекрасные специалисты, хорошие специалисты, они помогли в кратчайший срок, можно даже сказать, рекордный срок ввести, то есть монтировать, ввести эксплуатацию, это 52 агрегатора. Значит, это получилось в такой короткий срок ввести это в работу благодаря хорошей качеству работы, качеству оборудования Варцелы и его прекрасных специалистов, которые с нашими специалистами совместе могли в кратчайший срок ввести эксплуатацию этой оборудованием. У Вас есть планы использования избыточного тепла новых блоков для нужд сельского хозяйства? Значит, в этих технико-экономических характеристиках этих агрегатов как раз выходит, что для повышения КПД этих агрегатов возможно использование тепла, выделяемых агрегатами, в других телях. Но в связи с тем, что эти станции у нас строились не в густонаселенных местах отдельных, использование тепла для теплоснабжения домов, квартир невозможно. Но у них есть большая перспектива для использования тепла в сельских хозяйствах, то есть в парниковом хозяйстве использовать тепла и повышением КПД этих агрегатов. Для этого на посланцах щеки, хачмаз и нахчевания возможно использование тепла, осуществить, повышение КПД. И одновременно это даст возможность, то есть дополнительное вовлечение в работу, дополнительных рабочих сил, освоение земель и так далее, и так далее, и осуществление повышения экономики в связи с вводом парниковых хозяйств. Спасибо, господин Аскеров. И дополнительно к этим уже поставленным пяти станциям недавно было подтверждено начало выполнения нового проекта. Гарцеля построит силовую станцию мощностью 300 мегаватт с 18 геностановками, работающими в двухтопливном режиме в городе Сан-Гачале в расстоянии около 50 км от столицы. Запуск станции планируется в конце 2007 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова